В этот день, 2 сентября, родились Писатель-фантаст Александр Казанцев Валентин Глушко, ракетный инженер Один из зачинателей космической эры Андрей Петров, выдающийся композитор В том числе автор музыки Ко многим советским кинофильмам В этот день, 2 сентября 1794 года Были забиты первые сваи в основании Жемчужины у моря, Одессы 2 сентября 1918 года Образован рефейнсовет Во главе с Троцким, важная веха Гражданской войны 2 сентября 1941 года в Москве Открылся концертный зал имени Чайковского 2 сентября 1945 года Императорская Япония подписала капитуляцию Это был конец Второй мировой войны 2 сентября 1993 года Россия и США подписали договор О создании международной космической станции 2 сентября 1927 года Умер Алексей Бобринский Знаменитый до революции археолог Политик, праправнук Екатерины II Праправнук императрицы Екатерины II Алексей Бобринский был личностью Собранной и фундаментальной Он активно проявлял себя В политической и научной деятельности В том числе в археологии По воспоминаниям сына Алексея Алексеевича Окрестности их имения в Киевской губернии Просто кишели интересными находками Как раз в Смеле по части археологии Было много интересного и даже замечательного Там было множество курганов самых разных эпох Мой отец стал их систематически раскапывать И делать свои выводы относительно эпохи Когда жили зарытые под этими громадными насыпами люди На юго-западном побережье Крыма Херсонессии и Ольвии Бобринскому удалось обнаружить Многочисленные следы пребывания древних греков Расписаны амфоры, орудия быта, украшения Однако из-за отсутствия закона Об охране памятников старины Археологу приходилось вступать в схватку С помещиками, на территории которых Находки откапывались Один из них – граф Мусин Пушкин Он каждый год приезжал на выставку находок Которую мой отец устраивал В археологической комиссии И выбирал себе добрую половину вещей Граф Мусин Пушкин был очень культурный человек Но иногда отец кусал себе губы Когда Мусин Пушкин забирал какую-нибудь Мраморную статую 5 века до Рождества Христова Так жаловался в мемуарах сына Бобринского Впрочем, один из самых ценных раритетов Золотой гребень с изображением скифов Остался в целости и сохранности и стал предметом экспозиции Музея Эрмитаж Это самая ценная находка графа Буквально оставшая символом скифской эпохи Впоследствии личная библиотека Бобринских Национализированная властью советов В 13 тысяч томов Также стала основой для фондов Многих музеев и библиотек Среди книжных вариантов не меньшей драгоценности Была книга Алексея Александровича «Курганы и случайные находки» За которую автор получил золотую медаль От Русского археологического общества И право избирать членов археологической комиссии Знания и интеллектуальные возможности Бобринского Как человека и общественного деятеля Были настолько обширными Что он успел зарекомендовать себя Как вице-президент Академии художеств Управляющий столом сиротских заведений Ведомства императрицы Марии Предводитель дворянского общества По оказанию противодействия революционному движению Президент Вольноэкономического общества Сенатор Депутат Третьей Государственной Думы Член Государственного Совета При этом Бобринский Обладатель солидного финансового состояния Перешедшего к нему по наследству Занимал государственные посты без жалования Казнократства и мздоимства он не выносил И всячески подвергал порицанию Когда в 1892 году Алексей Александрович Был отправлен в Тамбовскую губернию Для борьбы с голодом Возникшем из-за засухи То как будущий министр земледелия Он не просто представил отчет О причинах вызвавших голод Но и разнес в пух и прах действия Губернской администрации Люди вроде графа Бобринского Были тщательно забыты в советское время Его аристократическое происхождение Было несовместимо с новой властью И как многие его круга Алексей Александрович Вынужден был эмигрировать за границу Где он и провел остаток своей земной жизни Редактор субтитров А.Семкин